А ведь для кого-то отходы могут стать обедом. До Екатеринбурга добралось новое направление – фриган. У этих людей и лозунг имеется – «Спаси планету, съешь выброшенную еду». Согласно своей философии, фриганы не покупают продукты, а находят их, например, в помойке. Как еще можно сэкономить ресурсы земли? Ирина Шудько собрала несколько способов. Вот этот диван, шкафы, тумбы, подушки. Это не мебельный магазин и даже не склад, который готовится к переезду. Так выглядит современная свалка. Проект с говорящим названием появился в Екатеринбурге только летом, но уже собрал немало поклонников. Активисты ездят по городу и забирают у жителей ненужный хлам. Да еще и приплачивают. Мы сами, как я уже говорил, приезжаем, забираем, даем небольшую премию за бережливость. Дальше вещи поступают к нам, мы их сортируем. Если это одежда, отдаем химчистку. Но если это какие-то сломанные стулья, мы их реставрируем. И сейчас уже активно взаимодействуем с мастерами, которые из мусора, из ничего создают что-то. Хорошие вещи здесь приводят в порядок и продают через интернет. Пригодные, но не популярные, отправляют на барахолку. А те, что уже не спасти, посылают на переработку или превращают в арт-объекты. Любопытного мусора скоро накопится на целую выставку. Даже хламу можно подарить вторую жизнь. Можно из таких мужских брюк сшить очень интересные вещи. Анна тоже реинкарнирует старые вещи. Дырявые джинсы мужа вмиг превращает в оригинальную юбку для дочки. А из поношенной рубашки может сделать 15 вариантов новых нарядов. Зачем покупать новое, если можно, перешить старое, говорит швея. И призывает ничего не выбрасывать. Даже сломанные зонты. Идет девочка выбрасывать мусор и держит зонтик. Я ее кликнула, говорю, ты куда зонтик понесла? Зонтик был достаточно яркий такой вот. Ну там красное, зеленое было на нем. А иногда я выбрасываю, и он сломался. Я говорю, подожди, мне щелкает тема, а почему бы из нее не сшить куртку? Есть жизнь после мусорного ведра, уверены горожане. Причем это касается не только старой мебели или одежды, но даже еды. В урельской столице набирает обороты фриганства – потребление выброшенных продуктов. Ну вот, пожалуйста. Например, много хлеба. Мусорные баки у магазинов и кафе. Вот точки общепита фриганов. Здесь, говорят, еда на любой вкус. И даже почти свежая. Например, продуктовые магазины от товара, как правило, избавляются в последние дни срока годности. Эрика знает, пожалуй, все рыбные места Екатеринбурга. Девушка-вегетарианка уже несколько лет спасает выброшенные фрукты и овощи. Я не ем прямо с помойки. Я надеваю перчатки, достаю еду, приношу ее домой, мою тщательно и все, готовлю, ем. Можно прийти в магазин и попросить то, что они выкидывают. Можно прийти уже на помойку, можно прийти на овощебазу и забрать еду. В общем, смысл в том, чтобы спасти еду, которую выкинули, которая сгоняет. Таким образом, уверена Эрика, она спасает не только планету, но и свой бюджет. На сэкономленные деньги девушка путешествует по всему миру. Но санитарные врачи предупреждают. Прежде чем присоединиться к движению фриганов, стоит задуматься о здоровье. Просроченные или подгнившие продукты, как правило, кишат бактериями. Подцепить от второсортного обеда можно как кишечную инфекцию, так и гепатит. Ирина Шуцко, главные новости Екатеринбурга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!